Сегодня мы рассмотрим ситуацию в топливно-энергетическом комплексе. Тема имеет серьёзное значение не только для развития экономики и социальной сферы, но, скажем прямо, и для декриминализации региона, для искоренения коррупции в системе топливно-энергетического комплекса. Эти вопросы, как и в прежние годы, требуют пристального внимания и прямого участия федерального центра. Проблемы в ТЭКе хорошо известны, мы не первый раз на них останавливаемся. Если я правильно помню, это у нас уже третье заседание правительственной комиссии в конце года, где мы говорим о проблемах ТЭКа. Во-первых, это фактическое отсутствие качественной переработки нефти. Число мини-НПЗ, которые проводят первичную переработку до мазута, они, значит, вот эти НПЗ, их число постепенно снижается. Для выпуска моторного топлива у них нет оборудования. Повлиять на ситуацию в лучшую сторону может реализация в округе проектов по строительству крупных предприятий по переработке нефтяного сырья. Такие проекты есть, но они пока не реализованы. Нужно обсудить все плюсы и минусы этих проектов. Их осуществим мы с настоящим моментом, но тему не закрывать в любом случае. Во-вторых, нефтяной бизнес, который связан с мини-НПЗ, зачастую находится в тени, или, как правило, скажем так, находится в тени, связан с несанкционированными врезками в трубопроводы, продажей мазута под видом дистоплива и массой других нарушений, которые сопровождают эту работу. Правоохранительные органы с этим борются. Есть уже результаты за последние два года, с тех пор, как мы на это вместе обратили внимание. Но работу эту нужно продолжать по линии правоохранительных органов и Генеральной прокуратуры. Из-за изношенных сетей, отсутствия должного учёта и несанкционированных врезок мы несем большие потери при транспортировке газа. Эта проблема должна, естественно, решаться модернизацией сетей и установкой счётчиков у конечных потребителей. Мы об этом говорили на заседании комиссии ровно год назад. Это было 18 декабря 2013 года. Надо послушать, что сделано. Жду доклада по этому поводу. Проблемы изношенности сетей характерны и для электроэнергетического комплекса Северного Кавказа. В инвестпрограмме МРСК Северного Кавказа на 2015-2019 годы львиная доля средств предусмотрена именно на модернизацию сетей. Практически 12,5 миллиардов рублей из 14. Это особенно важно, учитывая планы по развитию генерирующих мощностей в округе. И, конечно, надёжное электроснабжение необходимо для развития туристической инфраструктуры, то, о чём я уже говорил, для нормальной работы гостиниц, санаториев, ресторанов и других объектов отдыха на территории округа. Следующая проблема, хроническая, но которая поддаётся всё-таки лечению определённому, это задолженность по оплате за газ и электроэнергию. Вопрос газовых неплатежей был взят под постоянный контроль и на федеральном, и на региональном уровне, но этого мало. Пора навести порядок с платежами самих бюджетных учреждений, не только коммерческих организаций. Федеральные дотации на их содержание предусматривают оплату газа, но фактически до поставщиков топлива деньги не доходят. Хотел бы услышать от глав регионов, в чём причина и как эту ситуацию исправить. Ситуация с платежами за электроэнергию по-прежнему непростая, но здесь тоже наметились некоторые улучшения. В частности, почти на 10% сократилось отставание в расчётах с поставщиками оптового рынка по сравнению с предыдущим периодом. Эту позитивную тенденцию надо закрепить, прежде всего за счёт дальнейшего повышения платёжной дисциплины, внедрение технологий, которые обеспечивают эффективный учёт ресурсов и прозрачность расчётов. Также рассчитываю услышать предложения на этот счёт. Это у нас действительно завершающее заседание. Пользуясь этой возможностью, хотел бы поблагодарить всех глав регионов, входящих в Северокавказский федеральный округ, за активную работу, за нормальную полноценную кооперацию с федеральными структурами. Надеюсь, что в таком же ключе мы будем работать и в следующем году. Продолжение следует...